привет друзья с вами данила жанглер и сегодня у нас будет обзор на магазин вещей 420 shop до 420 shop это наш старый друг дамы очень раньше часто ходили закупались также снимали видосы кто не видел еще эти видосы то ссылочку и оставили в описании кому интересно приходите и смотрите но сейчас я решил записать обзор на этот видос так как вообще рубрика про шмот она просто заходит при любых обстоятельствах то я решил ну что-то разбавить что-то снимать к тому же вы просили меня очень часто раньше что вот давай что-нибудь за шмотом ну вот вам со шмотом если вы хотите видеть от меня видос со шмотом обязательно пишите в комментариях я скорее всего к вам прислушаюсь и начну снимать видосы шмотом гораздо чаще ну что ж но сегодняшнего ролика мы узнаем если смысл ходить в магазин 420 shop потому что он если вы не знаете он довольно хайповые они увидят входит 420 шоу показали и так далее короче вот стоит туда ходить соответствует там цена-качество тоже это посмотрим и сравним вообще я вам скажу мое мнение об этом магазинчики в общем вы смотрите до конца конце вы все узнаете желаю всем приятного просмотра переходим к обзору давайте сначала разберемся что у нас в магазине 420 имеется начнем давайте с носок имеется носки 1 имеется кроссовки 2 если чай панамки имеется панамки 3 кепки 4 футболки 5 рюкзаки 6 кофты 7 8 штаны 9 барсетки 10 и шорты 11 в принципе 11 разновидностей вещей это вполне нормально и друзья давайте мы начнем футболки посмотрите просто на их ассортимент ассортимент у них большой футболок достаточно много и выбирать есть из чего давайте выберем три футболочки вот например вот такая вот в бок как мы видим на папире в принципе более-менее а на стати качественная на ощупь она качественная пирка подводит посмотрите на бирку бирка на них слегка подводят нитки торчат но в Ничего страшного, ладно. Закроем на это глаза. И цена, как мы видим, 990 рублей. В принципе, для футболки это нормально. Это нормально. Но жалко то, что она, конечно, паленая. Но в целом она выглядит, как по мне, стильно. Просто посмотрите. Мне кажется, стильно выглядит. С этим не поспоришь. Давайте посмотрим на другие футболки. Например, футболка, как мы видим, Lacoste. Посмотрите. Ну, в принципе, нормально. Посмотрите. Сам логотип. Логотип пришит очень хорошо. Ни одной нитки не торчит. Это вообще отлично. Посмотрите на бирку. Бирка тоже вообще отлично выглядит. Посмотрите, да. Ну, выглядит стильно. Это не футболка, это, конечно, полу, но все равно. Цена, конечно, цена, да. Цена 1450. Почисто 1500. Но в целом все равно нормально. Так что футболка неплохая. Давайте возьмем последнюю футболку, которая уже оригинальная. Это Элис. 420 продает еще и оригинальные вещи. Также вот Элис. У тебя продукция у них оригинальная. Посмотрите, бирка. Ну, здесь вообще не поспоришь. Здесь, да. Здесь спорить вообще ни на что. Так, цены что-то я не вижу. Но. А вот. Цена. 1400. Для оригинала я считаю, что это хорошо. И выглядит она тоже хорошо. Я прям даже чувствую по ощупь, что она качественная. И с этим вообще не поспоришь. Но, в принципе, с футболками мы и закончили. Давайте перейдем, например, к барсеткам. Посмотрим на барсетке. Что у нас здесь? Барсетка на папире. Жалко то, что она паленая. Но, блин, ну, вы посмотрите. Ну, это же прикольно выглядит, нет? Да. Паль, согласен. Это огромный минус. Цена. Цена. 690 рублей. А вот, посмотря на цену, уже можно задуматься, брать или не брать. Если вам нужна барсетка за 800 рублей, мне кажется, это очень хорошо. Также, вы посмотрите, вот, на вот эту, как у нас, собачка, застежка. Даже написано на папире. Также посмотрите на их ассортимент. Давайте сейчас посмотрим на один из рюкзаков. Например, рюкзак у нас Элис. Ну, посмотрите, ну, это просто, как говорится, сильно модно, молодежно. С этим не поспоришь. Это первый плюс. Второй плюс, то, что у нас это оригинал. Как я уже говорил ранее, то, что 420 выпускает Элис оригинальную продукцию. Ну, что, карман, в принципе, раз. Даже вот на вот этой вот вешалке самой, да, на которой можно вешать рюкзак, написано тоже Элис. Прикольно же, нет? Ну, что, рюкзак прикольно такой карман. Делать такой. И пошел такой, мне кажется. Прикольно же, нет? Давайте. Рюкзаки, посмотрите. Полностью. Ассортимент хороший, ассортимент большой. Давайте сейчас перейдем к расшавкам. Ну, давайте посмотрим на вот такие вот изи-бусты. Не знаю, какого они цвета. Скорее всего, что-то вроде черно-белого. Посмотрите. Что нас интересует. Эта цена. 4 490 рублей. То есть, считайте, 4500. В принципе, дороговато. Но, когда я их беру в руки, я понимаю то, что они очень похожи на оригиналы. Я очень много раз брал кроссовки вот такие вот тоже изи-бусты 350 оригинальные. И я знаю, как они выглядят. Также вот здесь прям очень легко сжимается подошва. Прям вообще легко. Также буст. Все, короче, как оно и нужно. Ну, просто, ну, это отлично. Если бы если у меня были деньги, то я бы, скорее всего, их купил. Вообще без проблем. Давайте сейчас посмотрим на... Тоже возьмем рандомную панамку, например, вот. Чемпион. Наденем. Я бы не как, видите, грибок. Ну, вот, ну, посреди, гриб такой. Ладно, что-то пошампурил сейчас слегка. Ну, посмотрите, панамка бекаста стильная, нет? Посмотрите, чем и он. Также здесь логотип. Все вышито. Ну, посмотрите, как она вышито. Это же, мне кажется, хорошо, но вышито, нет? С этим вообще не поспорю. Бирка, чемпион. Ууу, вообще ни одной нитки не торчит. Смотрите просто. Это хорошо. Как она выглядит внутри, можете вот посмотреть. И цена. Самая главная цена. 690 рублей. Ну, то есть 700. Мне кажется, 700 рублей дороговато. Вот за 500 я бы ее прямо сейчас пошел бы. На кассу не взял бы. Мне кажется, вот. Но минус то, что она паленая. Не оригинальная. Ну, в принципе, чего я хочу? Магазин 420 паленых вещей. Я хочу от этого оригинал. Погнали дальше. Ну, давайте мы сейчас посмотрим на кофты, которые продаются в 420. Посмотрите на ассортимент. Как вполне, ассортимент нормальный. Давайте посмотрим на кофту. Ну, просто на... Возьмем просто рандом Элис. Не знаю, что меня на ас потянуло. Ну, Элис, потому что оригинал. В принципе, на это надо посмотреть. Итак. Элис, смотрите, какой логотип. Он, получается, прорезиненный. Резиновый принт. Также здесь вот такая вот застежка. Опа. Видим бирку. Бирку, но это вообще, это без вопросов. Это чисто оригинал. Ни одной нитой не торчит. Цена, которая всех, конечно, интересует. 2690 рублей. Ну, почти что, почти что 3000. Принят, 3000 дороговато, но для оригинальной продукции это, как вполне, нормально. Также здесь не только. Здесь вот есть что-то вроде вот такого. Можно так сказать, худи. Это есть, конечно, то было худи, но здесь без застежки. Очень много выбора. Также есть и у них олимпийки. Вот что-то вроде вот такого вот. Вот. Киларе. Это мой брат, который записывает трики. Тоже купился олимпийку белого цвета. Если вы не слушали его треки, то обязательно перейдите по ссылке в описании и послушайте. Потому что на треке, ну, это... Пушка. Ничего не сказать. Давайте посмотрим у нас на тоже худи. Оффайт, например. Возьмем рандом. Просто вот рандом. Худи офайт. Так, наблюдаем. Ну, сейчас. Что там прилипло, что ли? Ну, как по мне, смотрите. Ну, стильно же, нет? Стильно. С этой стороны. Тоже, мне кажется, стильно, как по мне, нет. СБС. Прорезиненный принт. Оффайт. Все, как оно нужно. Насчет бирки. О, вот бирка нас подводит. Очень прям подводит. Чекайте. Оффайт. Нитки торчат. Это минус. Но... Паленая вещь. И с этим не поспоришь. И цена. Самое главное цена. Опа! 1190. Считай, 1200. А вот над этим надо задуматься. Как по мне, за вот такую худи, несмотря на то, что она паленая, хоть с виду она выглядит как оригинальная, но с виду же, если не смотреть на бирку, она выглядит как оригинальная. За 1200, мне кажется, взять спокойно просто можно. В принципе, все. С кофтами разобрались. Погнали. Еще что-нибудь посмотрим. Конечно, раздобой вещей у нас не очень приемлемый, но в принципе ничего. Последнее у нас, то, что будет на обзоре в этом видео, это штаны. Так, давайте посмотрим. Вот, ну, чисто рандом. Штаны возьмем в стусе. Вот такого вот они белого цвета. Какой у нас же нет? Логотип. Ни одной не торчит. С этим не поспоришь. Также вот здесь вот сбоку идет такая черная полоса. Тоже везде логотип из стуси. Ну, естественно, с этой стороны тоже самое. Также шнурги. Можете позавязывать и так далее. В конце задний карман. Угу. Впереди к сержу. А, есть. Впереди два, кстати, больших кармана. Так, дальше что у нас? Бирка. Кстати, бирка у них хорошо прижита. Бирка прижита у них хорошо, но вот здесь вот то, что торчат нитки, вот здесь вот по бокам, это не очень. Ну, и цена. Давайте посмотрим на цену. Стоит ли этого того брать? Цена 2 400. За 2 400, в принципе, не очень. Я скажу вам вот так. Ну, в принципе, ребят, обзор у нас походит к концу. Ну, и, ребят, в принципе-то обзор у нас и закончился. Я думаю, вы разобрались с магазином 4.2 отшоп. Как он вообще выглядит, какие там вещи, вообще, что представляет сам этот магазин. Ну, что ж, смело можем делать вывод. А вывод всего лишь у нас здесь один. То, что если вы хотите носить брендовые вещи, но у вас не хватает денег на оригинал, то смело можете идти в 4.20 и покупать там валёные вещи. Прям вот копия, копия, копия оригинала. А смысла туда я особого на самом деле ходить-то и не вижу. Можно там смело пойти там в МЧМ Дэм, там уже закупиться вот вещами. Ну, сразу говорю, я магазин 4.2 отшоп не обсираю. Против него ничего не имею, потому что мы туда сами раньше ходили, закупались. И в целом магазин хороший. Ну, то есть похолднение у меня нет. Ну, что ж, если вы хотите видеть видео с нашмотами, как я говорил ранее, то пишите в комментариях. Я посмотрю на активность и, может быть, прислушаюсь. Но, в принципе, на это всё. Может быть, даже у нас будет какое-то сравнение магазин 4.2 отшоп и ещё чего-нибудь. Короче, всё зависит только от вас. Ну, в принципе, на это всё. Я с вами прощаюсь. Также подписываюсь на канал. Не забываем. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.